Здравствуйте! Мы с вами на портале exeget.ru и меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. И сейчас мы с вами разберем один из мессианских отрывков, который находится в 131-м псалме. Давайте его прочитаем в синодальном переводе, а затем разберем. «Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее от плода чрева твоего посажу на престоле твоем». О чем это пророчество? На что указывает или цитирует автор псалма? Во Второй книге царств рассказывается о том, как Господь пообещал царю Давиду, что его потомки будут сидеть на престоле Давидова. Если понимать максимально буквально этот отрывок из Второй книги царств седьмой главы, то понятно, что речь идет о Соломоне, который действительно после смерти Давида стал царем. Однако если вспомнить, что царь Соломон не был по-настоящему верен Господу, и у него были падения, падения самые страшные, потому что он отступал от истинной веры, то наиболее полно или наиболее точно пророчества о Соломоне не исполнились. Поэтому в дальнейшем этот отрывок и отрывки, связанные с престолом, с семнем Давида, стали пониматься как указание на Мессию. И вот здесь то же самое. Мы можем услышать эти указания, что здесь речь идет о Мессии. Сначала, почему мы можем утверждать об этом? Ведь дальше там говорится о том, что если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которые я научу их, то и их сыновья во веки будут сидеть на престоле с вами. Смотрите, как получается. Бог в этом отрывке и в других отрывках говорит следующее, что семя Давидова будет сидеть на престоле вечно. Но потомки Давида не сидели на престоле вечно. Прошло несколько веков, потомки Давида потеряли свое царство и вообще больше никогда не сидели на этом престоле. А Бог обещает, будет вечно, будет всегда сидеть. Получается такое противоречие. На самом деле противоречие снимается, если мы обратимся ко Христу. Бог обещает Давиду, что у него будут потомки, и эти потомки будут сидеть на престоле. Происходило. Когда? Когда они были верны Богу. Происходило. Затем они отступают от истинного Бога, теряют престол и теряют эту власть. Однако Бог обещает вечный престол и того, кто будет сидеть на этом вечном престоле. И Бог исполняет и эту фразу. Где этот вечный престол? Этот престол в Царстве Божьем. Кто сидит на этом престоле? Это Мессия. И, соответственно, этот престол пребывает вечно, потому что Царство Мессии тоже вечно. Мы с вами разобрали мессианский отрывок из 131-го псалма. Здесь немного говорится здесь о престоле Давидовом и о том, кто будет сидеть на этом престоле. Мы с вами были на портале exeget.ru. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Спасибо за внимание. Всего доброго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.